Друзья, всем привет. Ну вот наступил долгожданный отпуск и я буквально завтра уже ухожу в поход. Мы поедем на сплав, поэтому для этого своего путешествия я решил приготовить немного зелени, которой так не хватает в походе. Зелень можно взять или петрушку, или укроп или петрушку с укропом, я попробую засолить сегодня одно лишь только петрушки. Итак, показываю, как я это делаю. Для приготовления этих во всех отношениях полезной заготовки нам потребуется очень много петрушки, я нарвал ее у себя на даче, на грядке. Ну и также соли. Соли нужно, ну я не знаю, так жмень что ли. Я никогда не отмерял, она должна, соли должно быть много, то есть мы должны все будем потом засыпать и промять. Ну давайте начнем с подготовки петрушки. Процесс нарезки, ну в нем вообще ничего сложного или там каких-то там особых секретов нету. Единственное, не пытайтесь сразу всю петрушку нарезать за один раз, будет очень неудобно. Так, берем часть петрушки, такую, чтобы она буквально в руку помещалась. Ну и начинаем ее, где стебли мы нарезаем, как можно потоньше. Кстати, стеблей по возможности можно, конечно, исключить. Вот, а ту часть уже, которая ближе к листовой, ту уже можно не так мелко нарезать. Стеблевую мельче, а листовой чуть крупнее. Вот, друзья, первую партию мы с вами нарезали, сразу переместим ее в тазик. То есть здесь тазик это часть способа, то есть мы потом будем мять, поэтому вам нужна такая посуда, где вы сможете потом зелень хорошо промять солью. Все, выкладываем вторую партию. Я, наверное, здесь стеблевую часть срежу. Ну, а все остальное, так же, как я уже делал это ранее, мелко нарезаем. Ну, друзья, я думаю, все понятно, не буду я вас утомлять всем процессом. Вернемся с вами буквально минут через пять, когда я это все нарезу. Так, друзья, петрушку мы всю порезали. То есть видите, как объем уменьшился. Теперь давайте туда добавим соль. Я говорю, что я никогда не замечал, сколько ее надо. Ну, давайте попробуем для начала три такие с горкой соли добавить 30 столовых ложки. Вот, думаю, это будет достаточно. Потом, если что, добавим. Все, соли добавили. И теперь хорошо ее начинаем проминать. То есть сначала аккуратно, чтобы петрушка дала сок. И по мере того, как она начнет размекать, она начнет отдавать сок, друзья. Сейчас она абсолютно сухая. А потом она начнет уже становиться мягкой и сочной. Вот. Не спешим, спокойно так проминаем. Все, друзья, вот буквально за каких-то три минуты, смотрите, какая стала петрушка. Она вообще дала сок. Сильно тут ее уминать прям, да, никакого необходимости нету. Суть вот этой самой процедуры, чтобы она, во-первых, просолилась, во-вторых, чтобы она объем убавилась. Потому что помните, какой был огромный пучок. Вот. Теперь мы промятую солью петрушку перемещаем в контейнер, который мы, собственно, с которым мы пойдем с вами в поход. Вот. Я буду использовать такой контейнер. Здесь, видите, есть стопоры специальные. То есть контейнер такой не откроется. И все, и набиваем просто его максимально. Да, я думаю, все сюда должно войти. Если необходимо, утрамбовываем. На сплав я пойду на 18 суток. И вот этой самой штуки, я думаю, мне как раз для всяких супов и прочих блюд будет достаточно. Так, друзья, контейнер мы всю зелень переложили. Видите, контейнер мы не заполнили. И вот эта зелень, которая будет соприкасаться с воздухом, будет у нас походить чернеть. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно или полностью набивать весь контейнер, чтобы он был под завязку, что называется, под крышкой. Но здесь тоже это не сильно вас спасет, поскольку там буквально на пятый день, когда вы вытащите оттуда несколько ложек, ну, будет все равно пустота. Поэтому я делаю вот так вот. Берем вот обычное бумажное полотенце, так вот двойной слой. И вот где-то по форме нам нужно вот таким размером сделать подушку. Я этот способ применяю, когда солю грибы, чтобы они не всплывали. То есть между крышкой и содержимым размещаю такую вот штуковину. Вот. Она потом пропитается. Мы будем ее аккуратно поднимать, доставать из нее зелень. Но она будет всегда лежать на зелени. И вот это немножко, ну, не то, что там она вообще у вас чернеть не будет. Конечно, она у вас там через недели-две уже будет вся такая темного такого цвета. Но, по крайней мере, вот это тут полотенце бумажное сверху, оно немножко удлинит, что ли, этот процесс. Все. Теперь закрываем контейнер-крышкой. И вот в таком виде берем его с собой в поход. Ну, вот и все, как вы могли убедиться. Зелень для похода готовится очень просто и очень быстро. Мы ее запаковали в контейнер. И в таком виде ее можно с собой брать. То есть я еду на сплав, еду на 2-3 недели. И все это время эта зелень будет мне выручать, будет позволять получать вот эти ароматные супы. То есть это хорошо с ними варить щи, борщи, грибные супы, там, я не знаю, перечень. Ну, я даже однажды делал греческий салат на сплаве, используя такую зелень. Правда, сильно соленая. Но там можно ее немножко в воде вымачивать, если соль там не сильно будет уместна. Ну, вот если вы готовите, к примеру, салат. Поэтому, друзья, ничего такого великого, конечно. Но, тем не менее, может кто не знал, кому-то может покажется этот способ засолки зелени для похода полезным. Ну, все, друзья. Я с вами за сим прощаюсь. Буквально на 2-3 недели меня не теряйте. Всем, что называется, удачи. Заходите ко мне на канал. Через 2-3 недели, надеюсь, будут обновления. Ну, как бы, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok